В Новосибирской области стартовали отборочные туры чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников, страница 21. Подростки читают тексты о Великой Отечественной войне, поэзию Серебряного века и научно-популярные произведения. Когда дети читают о войне, они могут ошибаться даже в очень простых словах. А когда доходит дело до научно-популярной литературы, она у них, честно скажу, от зубов отскакивает. Я пытался для себя понять, почему это. Разогревается он там к третьему раунду или что. Но на самом деле, мне кажется, это от того, что научно-популярная литература, она, ну, немножко похожа на учебник. Отборочный этап будет идти в регионе до конца ноября. На участие в нем подали заявки 48 площадок региона. В середине января к чемпионату присоединятся школьники Новосибирска. Отборочные туры проведут в онлайн-режиме. В итоге отберут 180 детей. В феврале стартует народное голосование в интернете. А полуфинальный марафон чтения пройдет в Бердске в начале марта во время книжного фестиваля. Восемь победителей выйдут в областной финал. Благодаря таким проектам, как считают организаторы, дети начинают больше читать. Как художественный текст может звучать со сцены, показывают и новосибирские театры. Первый театр подготовил поэзии Серебряного века. Специальные уроки в помощь учителям литературы. Мы в школы разослали это письмо. Готовы и онлайн показывать. Очень серьезный проект готовит режиссер Старого дома Прикотенко, который специально делает проект по сонетам Шекспира для школьников, для актовых зала школ, СПО и вузов. Потому что это новая уже будет форма. Глобус будет заниматься подготовкой конька-горбунка для младших школьников. И по Бунину рассказы. Красный факел берется за то, чтобы для школьников Толстого подготовить. Толстого хоб elleя. Толстого хоб сна.